Добрый вечер, дорогие друзья! С вами кто бы мог быть, как вы думаете? Да-да, все я же, все я же. Священник Владислав Береговой. Отвечу сегодня на все ваши вопросы, которые вы хотели задать за последние сутки. Вчера не успели, а сегодня как раз созрели. Так, Инстаграм предлагает помахать. Агиевой, глумеру, помахаем. Вот, здравствуйте, здравствуйте. Только я вас расстрою. Сегодня будет не очень долгий. Так, предпразднство. Знаете, как в церковных праздниках. Есть праздник, есть предпразднство, а есть попразднство. Вот у нас сегодня здесь снимается большой документальный фильм о жизни священника на выходных. Поэтому Инстаграм сменяет меня, портал Экзегет снимает меня с противоположной стороны экрана. Вот, могу даже камеру переключить, чтобы вы повидали. Так, правда, кажется, подставка мешает. Так, ну правда, снимает не на телефон, на большую-большую камеру. Но, тем не менее, все равно вы вопросы задавайте. Минут 10-15 с вами пообщаемся. Так, а сегодня хочу рассказать, что, как вы думаете, сегодня церковь чтит память Отцов Седьмого Вселенского Собора. Именно благодаря решениям этого собора мы имеем сегодняшний вид храмов таким, каким мы его видим ежедневно. С иконами, с фресками, с изображением святых, спасителя, апостола, всех-всех-всех на свете. 150 лет церковь боролась с иконами. Представляете? Вот, иконы сжигались, фрески затирались, уничтожались. У нас со времен до иконоборческого периода дошло всего 10 икон, буквально несколько храмов, которые находятся на территории западной части Бизантийской империи. Уж там иконоборчество как-то туда не дошло. Поэтому прекрасные храмы Провенья VII века, ну и в других городах Западной Европы. Можем мы посмотреть, как выглядела иконопись до иконоборческого периода. И вот на Северном Вселенском Соборе в 787 году святые отцы постановили, что иконы следует почитать, а поклоняться им нельзя. Поклоняемся мы только изображенному на них. То есть мы воздавая честь образу, ее на самом деле отдаем первообразу. И Богу мы поклоняемся, а иконы чтим. Так, ну что, так, еще раз здравствуйте все мои дорогие. Первый вопрос. Глажу спать поздно, поеду перед сном ночью. Так, встаю в 4 днем. Так, следует пить святую воду, если на дощак эти же сутки не получается. Так, дело не в том, что надо их пить обязательно в 7 или 8 утра. Надо пить на дощак, в принципе. Поэтому как встали в 4 часа вечера, так и пейте святую воду. На дощак же на дощак. Я вам больше скажу, нет ни одного канонического правила, которое требует употреблять святую воду на дощак. Вообще нет ни одного. В разных брошюрочках вы безоговорочно найдете это требование, что просворку, святую воду надо пить на дощак. Но канонических правил нет, поэтому можно их есть на самом деле в любое время суток, особенно когда вот чувствуется некоторое душевное волнение. До души беда, не читаем карм, а ешь просворку и пей святую воду. Так что вот так. Ну и для вас вкушение ее на дощак будет как раз в тот момент, когда вы просыпаетесь на дощак. Что ж у вас за время работы такая? Что вы к Нью-Йоркской бирже что ли привязаны? Так, из возможностей испытания даются уже не просила, горе за бедой. Ой, бывает такое, до беда никогда не приходит одна, к сожалению, поэтому дьявол вас испытывает на прочность. Если вы пройдете все-все испытания достойно, то поверьте Господь, сторица вас вознаградит во время Ону. То есть тогда, когда уже будет крик отчаяния, когда вам кажется, что уже некуда бежать, но все равно будете при этом хранить верность Богу и Ему доверять, и он тогда проверив на тебя на вшивость, на твою настоящую любовь к Нему, не купленную благами земными им у тебя такую настоящую, душевную, вот тогда даст тебе вот сторицей все то, что ты и желать даже не желал. Вечерние молитвы можно заменять акафистами? Нет, акафистами вообще не стоит заменять ничего. Вечерние молитвы можно заменить по вечерям, и любым молитвословиям, вечерним, которые есть сейчас сословиям, вечерня, по вечерям, по луночницам, вот их можно читать, акафисты немножко о другом. Я уже молчу, потому что акафисты на самом деле дольше будете читать, чем вечерние молитвы. Буквально через года 3-4 вы будете знать полностью наизусть и будете читать минут за 10-15. Так, вопрос таков. Не знаю точно жив ли крест, но узнать точно нет возможности. По слухам сообщили, что умер. Могу ли его поминать? Если по слухам сообщали, что умер, молитесь тогда как за усопшего. В этом не будет никакого греха, даже если он живой, можете за меня молиться, как за усопшего. Что такое молитва об упокоении? Чтоб человек был спокоен. Я буду очень вам благодарен, если будете молиться о моем упокоении. Чтобы у меня не было никаких дрязг, жизненных проблем. Чтобы, как говорится, Господи, не дам нам жить во время перемен. Уж какие там перемены упокоенных? Никаких. И, собственно, если будете молиться, чтобы у меня не было никаких особых перемен, ни к худшему, ни к лучшему, вот, собственно, так можете за меня за упокой тоже помолиться. Ну, шутки шутками. я к чему все говорю так пространно к тому, чтобы вы поняли, что если помолитесь о живом как у усопшем он от этого не умрет и вы слишком высокого мнения, друзья мои, о себе если думаете, что если поставите свечку за упокой и о ком-нибудь он помрет обязательно то нет, тут такого детерминизма такой христианской магии у нас не бывает так, скажите, пожалуйста у детей зачатых ЭКО есть душа? есть, солнышко есть ведь дело не в том, что это дети какие-то другие хотя там с генетикой эта проблема есть а дело в том, что в процессе их рождения вполне возможно, ты убил там 5-7 его братьев и сестер серийные убийцы, давшие жизнь одному уничтожив семерых других это ли не нацизм, дорогая моя? об отдельной всякой семье так простите за глупый вопрос нет ни глупый вопрос потому что вы далеко не первые кто его задает РПЦ запрещает зачатить подобным методом это грешно запрещает, потому что велик риск велик риск церковь вообще против риска в принципе не рискует тут не пьет шампанского это не церковная поговорка поскольку ЭКО всегда связано с убийством других лишних скажем так эмбрионов душами живыми потому мы и против него почему три часа ночи молиться лучше всего это тоже бабушкино богословие лучше молиться апостол Павел который писал молитвы не говорил лучше молитесь три часа ночи молитесь два часа дня он говорил молитесь непрестанно всегда радуйтесь о всем благодарите непрестанно молитесь ибо такова воля у вас о Господе нашем Иисусе Христе все молитесь в любое время суток а тот кто говорит что Бог лучше слышит ночью тот богохольник потому что он считает что Бог глуховат и слышит хорошо только тогда когда мир засыпает нет ты просто в ночи более трезвенен более спокоен ночная молитва она благодатная но не потому что Бог лучше слышит а потому что ты лучше концентрируешься на молитве с праздника можно перед апостола дома саму возглашать прокинем по глазу нет Эли не надо это богослужебные особенности дома не надо реализовывать то есть не надо после очи нас читать священнический возглас не надо прокимны читать как дьякон перед чтением апостола тем более что ты читаешь не надо же читать не дневное зачало апостольское а по порядку вот а если ты по порядку читаешь то никаких там прокимнов быть в принципе не может расскажите поклонно во время литургии правда что в субботу воскресенье земные поклоны не положены в воскресенье не положены земные поклоны покаянные чувствуете разницу между поклоном благоговения и поклоном покаяния поклон благоговения боже мой что я вижу своими глазами что я вижу что я ощущаю своими устами самого Господа пришедшего в славе слава тебе Боже наш я благоговею перед тобой делаю поклон когда священник выходит с чашей или когда господи прости меня грешную не ведаю что творила прости 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 это покаянный поклон вот так вот покаянные поклоны воскресные дни отменяются опять же в храме но не отменяются поклоны благоговения когда в алтаре хлеб и вино притворилось приложилось тело и кровь Господню священники делают поклон в алтаре и вы делаете во время пения тебе поем тебе благословим тебе благодарим Господи в конце этого молитвословия когда священник уходит с чаши делайте этот поклон Священник перед причастием тоже делает поклон в алтаре, в том числе воскресный день Короче говоря, если это не запрещено священнику, то не запрещено и вам Но и в дни когда-то священнику запрещено, в дни от Пасхи до Пятидесятницы Поэтому и вы в храме, даже в эти моменты мной озвученные, вы поклоны делать не должны А келья устава не знает, поэтому дома можете в принципе воскресный день поклоны делать Но в принципе они отменяются Тем более, если ты причащался, в день причащения поклоны не делаются Сегодня рано, ну сегодня сейчас на 15 минут вышел и потом обратно забегу Кстати, такой неожиданный тут аншлаги смотрю оказывается И в 6 часов можно выходить, и людей столько же, сколько и в 9 Прямо я тут задумался, может действительно в 6 надо выходить? Так, батюшка, за вас не будем, ну как хотите Так, душевное волнение, можно перед сном читать, трижды очень даже перед сном Перед сном, душевное волнение читайте, 90 Псалом Читайте, живых помощи Вышнего Кто-то у нас пришел такой сладкий Вот, вообще Псалмы читайте, когда вас на душе отыскают Так по-русски, то они не принесут должной пользы Если вы не будете понимать, что читаете Так, после причастия земные поклоны не кладут, верно ли? Да, абсолютно верно Михаил, тебе не хворать Так, как влияет зависть на православного человека? Так же, как не на православного Разрушительно У мощей любых святых модно просить об избавлении грехов Можно, я так понимаю Нет, ни у каких мощей святых мы не просим прощения грехов Вот, мы, в общем, мы приходим просто поздороваться с ними И попросить их молитв за нас Вот, а вот что нам надо, то что же там Господь ведает Вот, прощает грехи только Бог Вот, святые грехи не прощают Они сами, в общем-то, вот, в грехах вот так по уши были Вот, при жизни своей Ведь святой это не значит безгрешный ни в коем случае Надеюсь, вы не делаете такой нелепой ошибки Святой это значит выделенный, отделенный, там, избранный Вот, но никак не безгрешный Друзья мои Вот, вообще, слово совсем Нет, человек да не согрешит Вот, только един Господь Иисус Христос по человечеству Он был без греха Как в этом говорит Писание Так, так что вы можете у мощей святых просить Об избавлении грехов У Бога Так, ну что, все, собрались Да, потихонечку Ну, сейчас тоже Сейчас тогда заканчиваю Ох, сколько вопросов-то уже Кажется Мама дорогая Так Так, если пост великий Читается молитва Из Сирии на воскресенье вечером Если человек перечищался утром Поклоны кладут Ну, после пяти часов вечера В принципе, уже После шести, чтобы наверняка Начинается новый богослужебный день Если хотите, можете Да, воскресенье вечером Они даже в храме кладутся В Великом посту Нужно ли на исповеди Перечислять плохое То, что думают другие про меня Нет, безоговорочно нет На исповеди мы говорим Только то, в чем согрешили сами Только то, что нас От Царства Божия Отвело в сторону А не других людей Вот, избавьте, пожалуйста Священника От этих рассказов Что о вас говорят другие Бабушка на богослове Хорошо придумали термин Для кучи придуманных правил Да-да-да Так, пятидесятница Это как? Пятидесятница Это когда 50 дней Отчитывается 50 дней После воскресения Господа нашего Иисуса Христа Вот, и в этот день Сходит Дух Святой на апостол Вы должны в этот день Прийти в храм, помолиться Причаститься По-другому этот праздник Называется еще День Святой Троицы Пятидесятница Ветхозавета Немножко о другом Вот, но мы сейчас Вопросы ставим в стороне Дочка развелась мужем Не работал Вот так В компьютерной игре проигрывал Начал распускать руки Грех ее стороны И наставил развестись Мне ли грех Он по-любому грех Потому что вы вмешались В жизнь дочери Вот, она может быть И могла это понести Этот крест И глядишь, через три года Вот, ее Подумавшиеся И исцеленный ею муж Да, мог стать Сынным предпринимателем Или модным стримером Зарабатывать на рекламе Это миллионы Да, и как бы Вот, профукла на свое счастье Но она должна была Сама нести за это ответственность А не быть Вот, маринеткой В ваших руках То есть, очень плохо Когда родители Вмешивается в жизнь родителей Да, жизнь детей Даже когда им кажется Что у нее осуществляют Какие-то очень благие намерения Вот, ну, а если он Распускал руки То, в принципе Вот это было угрозой для жизни И действительно Проигрывал свое имущество А то даже с точки зрения Последнего документа О церковных браках И разводах Это как бы позволительно Но у нее должен был быть Свой духовник А не батюшка на инстаграме Которая там все Сейчас все расскажет Так, вдова Читала по покаянию мужа Чувствую, что тут немного От себя выполнила долг Как бы отмолила Прощение Всегда молюсь Само ужас не уходит Сгорел заживо Печально Ну, вам всю жизнь Надо молиться А не безоговорочную Псалтирику Панихитки Милостынику раздавать То есть Вымаливается всю жизнь Как пост В среду и пятницу Не сделать формализмом Просто помните Что в среду Господь был Предан на крест А в пятницу Распят Вот И все И вот ради Христа В эти дни Пост соблюдайте Пусть вам будет казаться Как бы слишком просто Ну, слава Богу Лучше чем Лучше пусть он кажется Простым Чем сложным И не забывайте В этот день еще Хоть хотя бы Какое-то ради Христа Доброе дело делать Вечернее правило Читают дома по дороге Ну, ничего страшного Все так делают Так Нет у меня Грехшной духовника Надо бы завести Как быть Гремя такое Завести духовника Пусть Не важно какого Вот Молодого Зеленого Вот сейчас семинарии Выпускают священников Лучше Чем те Которые в 90-е годы Рукополагались 30 лет до престола стоят Так что Всяко бывает Так Да Бездоховного Настальника тяжело Допускается ли повторое венчание Действительно ли оно Но если бы оно не было действительным То церковь бы Не благоставляла бы Повторное венчание Поэтому безоговорочно Действительно Есть чинопоследование Для повторных Повторно брачующихся И оно В общем Допустимо Особенно для С Брошенной стороны Да И Конечно Желательно брошенной Не по причине Измены Так что Так Сегодня выходной В шесть Ага Выходной Что с ним Воскресенье Ой да ладно Воскресенье О Сегодня шмат Шпионами Девять часов Надо Эфиг провести Вот Вот почему Я здесь сегодня Потому что Я сегодня Девять часов В другом проекте Так Помолись Здравия Михаила Многие господи Друга просит Денег в долг на аборт Как быть Ни в коем случае Не давать Потому что Вы разделите Этот грех Вместе с ней Четко пополам Считаю Что вы ее сделали Нет Нет Пусть не будет У вас подруги Но денег ей давать Категорически нельзя Так Ну Надо Говорить Еще попытаться Не просто Объяснить Почему ты не даешь Потому что Я христианка Я считаю Что Во-первых Ребенок Уже с момента зачатия Что у него душа жива Ты будешь убийцей До конца дней своих И батюшки Умные Да и не очень умные Но опытные Знают Как разрывается Душа человека Убившего своего Собственного ребенка На любом месяце Так Еще на колени Становятся многие Когда чашу выносят Надо так делать Да Я уже сказал Надо У вас сколько выйти Во второй эфир В 9 часов Матушки онлайн Так Что можно попросить У мощей святых У мощей мы ничего не просим Это просто останки Тех или иных Подвижников Благочестия Мы просим У них У святых Просим Ну что Души спасения Вот Благодарим За все то Что у нас есть Ну если в Матроне Ездите Попросите квартиру В Москве Выходите в эфир В это время Я тут прямо Презадумался 80 человек 6 часов вечера Ну правда Выходной Где будете Где будете В 9 Матушка онлайн Да Откладывать Понемногу Деньги Не грех Нет Как раз Добродетель Трезвомыслие Да Когда ты Не в кредит Покупаешь что-то Какой-то там 49 айфон Да 49 миллионов долларов Да Откладываешь И потихонечку Да И в результате И к нам Половину Половину Средств Так что Откладывать Это хорошо Правда Вот Каждый Докладывающий Человек Он становится На это время На время Откладывания Страшной Скрягой Когда ты Ни на что Не копишь Ну туда Потратил Сюда Потратил Да Когда начинаешь На что-нибудь Копить Это сразу Так 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 Вот Это сейчас Лишнее Куплю Лишнее Подарю Лишнее Помогу Значит На день Позже К намеченной Цели Придвинусь Ай Откуда ты Взялся На моем пути Дети Нища Вообще Расплодились Да Да Чтоб их Куда полиция Смотрит Да Все они Тунеядцы Да Начинаешь Заправдывать Своё Скряжничество Вот Ну что Немножко Пообщались С вами Давайте Давайте Прихонечко Прощаться Да Никит Да У нас тут Вот Своя телевизионная Компания Вот Снимали Целый день Большой Большой Фильм Про Жизнь Священником В провинции Вот Ну не просто Священника Священником Блогер Мне нравится Только этот Женский вариант Блогерка Вот Надо что-то Подобное И про попов Придумать Благопоп Вот Благопоп Попа благо Кто там Ага Все Слушай Не зашел Славик Сможем Открыть Вот Так что Мы тут Целый день Снимали Для портала Экзегет Большой Большой Документальный Геном Так что Ждите Не знаю Когда это Смонтируют Может через месяц Расскажу Вам Раньше Такого Никогда Не делали Вот Ну и Слава Богу Круги По воде Видите Как Третий раз Ко мне Кана Приезжает Так Хочу поступить Мединститут Меня смущает Что практиковаться Надо будет На трупах Ну конечно Да Еще и как На трупах Да и Желательно Каждый день Вот Все эти Разрезать Вот это Все Раскрывать Печень Сердце Легкие Ломать Эти ребра Запросто Смотреть Чем отличается Структура Мужских Тел Женских Тел Сочи Своеобразный Черный Юморочек Бутерброды В патологоанатомичке Вот И Да Да Солнышком Все Придется Это пережить Так Что значит Вскрытие С православной точки зрения Ничего Вот Если для науки То что же поделать Да Так Простите Прослушала Выходные Так удобно Буду знать Так Если уступился Обидел знакомого человека Извинился от сердца Он не хочет прощать Как быть Значит Ваша Мера извинения Была Не подкреплена Допустим Двенадцатилетним Вискариком Вот Или Пятнадцатилетним Хеннесси Или Какой-нибудь Паркером Там Позолоченным И Самое главное Чтобы при этом Не желали прощения То есть Говорит Ты меня Извини Вот тебе Вот тебе Титановый Паркер Пожалуйста В знак нашего Примирения Вот Не он конечно Ну допустим Да За сто тысяч Миллионов долларов Вот Извини Да То есть Я ни на что Не рассчитываю Да Вот Хочу как-то покрыть Свой грех Будет с вами общаться Хорошо не будет Но главное Чтобы Как бы Извинились И при том Не просто так На словах А деятельно На этих Бесплатных Извинений Ваших У меня Целая Воза Коробочка Вон Тут Лежит На кухне Вот Ничего Не стою Так Мы не Практиковались Ну Ну Как Бывает Редко Редко Ваш Онлайн Хорошо Ответь На вопрос Выше Знаете Наверное Не публиковался Я Елена На все Вопросы Отвечал Елена Елена А Нет Не Смотрите Прозевал Грех ли вмешаться В отношении дочери Если она на стадии встреч Не брак Парень не серьезно Певает разведен Ну В общем то Я не знаю Как вы собираетесь Вмешиваться Но В общем то Вмешаться должны Безоковорочно Если мать Если дочь вам доверяет Как матери То Конечно Сказать Что Ну Разведенный Ну Он Может Второй раз Развестись Единожды Разведившийся Ну Хотя Среди разведенных Вполне себе Мотив надо понять Да Если он же не изменил То как бы Один вопрос Если он же изменил И покаялся Это другой вопрос Если изменил И дальше собирается Так жить Это третий вопрос Вот Поэтому В общем то Не все разведенные Плохие люди Уверяю Вот Всего сердца Вот То что Выпивает Ну как бы Все выпивают Вот Кто не выпивает Другое дело Вот если так Конкретно Каждый день Так Подбухивает Давайте там Другое слово Вернем В наш Православный Лексикон То Как бы Да В браке Будет Не лучше Однозначно Вот Но вообще Если там Любовь Морковь Все там Все красиво И целомудренно Ну что сказать Вот Совет для любовь Поэтому Не в инстаграме Спрашивают Такие вопросы У вас должен быть Свой духовник У нее должен быть Свой духовник Если нет Да Если у нее Духовник Это космополитен Ну что поделать Тут Батча лодичь Куповала Да Их Купала Власти Ну все Давайте Заканчивать вопрос Мне бежать пора Так Начинают Понемногу Развеять мифы Попух на Мерседесах Ну типа того Да Хотя Мерседес у меня Постоит в гараже Да Битурбо Так Господь говорит В притче Что ночью Возьмет Господь душу Человек И он Себе Житницы Наполняет Всегда Боялась Копить А что В кредит Теперь живете Это как бы Наверное Микрозаймы В организации Толкует Евангелие По своему Как бы Ничего Того Нет Не от Яна Златоуста Толкование Услышали Вот Всю жизнь Положить себе На Копку Денег Что там На накопительство Нельзя Нет возможности Встретиться Убиженного Не было желания Встретиться Подарков Нет средств Изменчество сердца Ну слава богу Все На биженных Возят Извинились Чистое сердце Покаяние Принесли Деятельное То есть Вы принесли Человеку убыток На 100 тысяч Верните ему 100 тысяч 50 тысяч Моральный ущерб А чистосердечное Ваше покаяние Оно никому И даром не надо А если обидели Ну конечно Да Здесь надо Вот уже как-то Не принеся Материального ущерба Ну уж Знаете Простить он вас может Обнять нет Ибо ручки Ручки-то Вы ему Отрубили Человеку-то Вашему Хорошему Так Ну все Последний вопрос У нас была практика В морге Это действительно Не для слабонервных Ну вот Православному Еще раз Напоминание Смерти на пользу Да-да-да Видал Видосики с морга Видал Очень не для слабонервных Все Храни всех Господь На этой замечательной Веселой нотке Ну вот Мы с вами Прощаемся До новых встреч Друзья Сегодня рассчитываю В 9 часов вечера Быть в проекте Матушка онлайн До свидания И подписывайтесь Обязательно Страничку Сайта Экзигет В Инстаграме Вот Заходите на этот сайт Через свои Ноутбуки Телефоны Очень нужный сайт Для спасения Духовного просвещения До свидания